Сегодня отправляемся в один из шоурумов Пика в Питере. После того, как посетил шоурум Сэттл Групп, мне захотелось посетить также шоурум Пика. К сожалению, Сэттлский шоурум не удалось заснять. Давайте посмотрим, что нам предлагает крупнейший девелопер России. Как известно, у Пика все сделки проходят онлайн. Но вот шоурум все-таки можно посетить оффлайн. Один из шоурумов находится уже в данном доме. Да, я сейчас планировал что-то решение, но обычно сверху, над дверью или боку. Здесь еще у нас уже сразу привезла розетка до установки Wi-Fi роутера. А это получается от этого, от вашего же Пика, да? Пик комфорта, там интернет Пиковский или как? Вообще провидор не наш. А, это будет в Питерске какой-то. Хорошо. Вот, я... Так, это получается 40 квадратов, однокомнатная, да, у вас для показа. Хорошо. Попытаемся с вами в кухню-гостиной, в общем, площадь 18,6 квадратных метров. Здесь 18,6 квадратных метров. Да, сделка с адаптой. А вот, вы видели на тот покраску, повышенную прочность, вы не ожидали, давайте мне окрашивать. Планет плогостойки 32 класса. Потолок белый матовый натяжной и один из матового нашей компании, это широкоформатное остекление. А, туда можно подойти посмотреть? Ну, камерный стеклопакет из хорошей теплой и звукоизоляции. Они только вот, получается, открываются. Да, только вот так вот. На проветривание нет? Есть специальная вот эта, да. А, здесь есть замочки, да, то есть, соответственно, если ребенок, то можно закрыть. Ага. Это, получается, эти замочки. А эти нижние не открываются? Нижние, да, они открываются. Угу. А, ну, на практике это получается, то есть, с питерскими морозами, там, с российскими морозами, это, ну, как бы оптимальный вариант. Я вот это говорю, с хорошей теплоизоляцией. Хорошая теплоизоляция. Ясненько. Так. Ну, это стандарт, да, такой получается? То есть, вот это обои такие будут, они под покраску. Ага. А это ламинат просто. Да, вы сказали, что это стандартный. Вы просто быстро рассказываете. Я обычно консультант быстро рассказываю, ты не успеваешь это самое. А, как его? Соответственно, кухня у вас также можно заказать или есть такая опция? А, в данном регионе нет. А, в данном регионе нет. Понял. Хорошо. Так, что еще? То есть, это получается пластиковый, да, у нас плинтуса. Хорошо, понял. Да, спальня. А, светильники тоже будут? Или это? Светильники вы сами, да. Светильники, то есть, просто провода, вывод будет, да, и... А, я понял. А, светильники будут только в санузле. А это называется вот это, то, что стоит, это с меблировкой, чистая отделка с меблировкой, или как это называется? Это просто шоу-урок. Нет, просто... Вот мы еще смотрели, допустим, с этого группы, у них есть возможность меблировки. Как квартира для демонстрации, как можно... У вас, у вас нету, яс. Да. У нас есть только пока меблировка в сковской области. Понял. Санузел у нас полностью облицован керамической плиткой. Можно? Ванна, да, акриловая с раздвижным экраном. То есть, там у нас все будут такие пластиковые трубы. У вас все спрятано, да, я понимаю? Да. Ну, вот такие вещи, если, допустим, при приемке, они как... Это нормально. Это не исправляется. Это, ну, вот так это, это панель нормально стоит, или это считает? Это не отошла. Отошла. Ну, это исправляется, да, получается? Трубы у вас все спрятаны здесь, да? Просто я смотрел пару видео, обычно там мусор. Это для конденсата от кондиционера. Все внутренние комбинации проведены, вам нужно установить только внутренний и внешний блок. Так, это будет установлено. Конечно, вся затехника, раковина, унитаз, ванна будут выгодопоставлены в машине. Прям такая же, да, будет? Да. И будут еще розетки с водозащитой. А, вот такие, что ли? Да. Это считается, ну, так же эконом, то есть... Комфорт. А, комфорт. Так, сюда тоже можно. Да, можно пройти. Наша спальня идет со стандартным балконом. Если хотите, можете тоже пойти посмотреть. Отделка стандартная, это уже керамическое напольное покрытие, керамическая плитка и влагостратая краска. Это на балконе. Дверь массивная. Я думаю, хорошо, это должен держать. Это получается стандартный 0,7... А? 0,08. 0,08. Там, по-моему, 0,7. Ну да, размер могут переключаться. Да, еще 8. А вот этот алюминиевый профиль. Вот это окно, получается, не открывается, открывается только дверь. Дверь широкая. Дверь вообще, по-моему, больше метра ширину, да. Хорошо. То есть, грубо говоря, если... А, опять же, получается... А у вас нет такой опции, чтобы, допустим, заказывать стеклопакет другой? Нет. Все получаете именно в такой момент, уже после покупки. Но даже если будут там царапины, вы в течение 45 дней меняете на то же самое. То есть, грубо говоря, доплатить и заказать другое невозможно. Да. Жалко. Ну, что делать? Так, это получается такой вот радиатор. Пусть так же везде стандартный. Ну, они могут быть разных размеров. Но, опять же, идет термораспределительным и терморегуляторным. А разница? Они вообще, ну, нормально на такое помещение? Конечно, где же тепло. А вот еще это самое по поводу коробки для конденционера. Она где? Я не видел. Она же есть в каждой квартире, да, получается? В квартире, корзина. А, вот они здесь стоят. Да, они здесь в квартире. А, они получат... Сверху. Не, я так понимаю, те два относятся к другой квартире, или? Главное, чтобы он был сверху, то есть не ниже. А, вот так. То есть, вы хотите сказать, что вот этот кондиционер, это вот эти два? Сверху. Сверху. Понятно. Хорошо. Не, просто, ну, мало ли, там потом с соседями, чтобы не ругаться, да? К ним кого? То есть, грубо говоря, получается, они окно могут открыть, и они будут иметь доступ к моему кондиционеру. Я же правильно понимаю? То есть, если, ну, вот здесь... Ну, если так, у меня много вопросов. Нормально абсолютно. Вот, там же другая квартира, вот эти, вы говорите... Вообще, вас неправильно поняла, да, блок один снаружи, вот он. Угу. Ну, то есть, вот эти кондиционеры, которые относятся к этой квартире, это вот эти сверху. То есть, грубо говоря, соседи открывают двери, могут иметь доступ к этим кондиционерам. Ну, по сути, да, но они говорят, что ты с ними делаешь. Ну, понятно, я понял. Просто вопрос. Какой у вас есть доступ к соседским? Да. Так, хорошо. Ага. Так, ну, это стандартно, да, рассчитывается, что, как бы, двуспальная кровать, и рядом эти розеточки слева-справа. Да, ну, вообще, розетки... Ну, вот по батарее, да, конечно, окна у нас большие, и... Реально, она... Схуй опытает. Вот здесь уже тепло. Ну, да. Ну, я в куртке. Да. Вносичка вообще не тепло, но у нас холодно, и даже радиатор не включен на вход. И по дверям давайте. То есть, это получается... Не знаете, что за материя? А, вот здесь даже есть это... Седло, как его... Чтоб влага, да, не проходила украс. Субтитры сделал DimaTorzok